Сегодня в программе «Простые вопросы» один из самых популярных современных российских писателей Захар Прилепин. Известный также своей общественно-политической, гуманитарной и даже военной деятельностью в России и странах ближнего зарубежья. Все мы идеалисты в той или иной мере. Я не рос в пределах судового кольца, я рос среди крестьян. Я слишком люблю поэзию, чтобы понимать, что такое Александр Блок и что такое Сергей Шнуров. Субтитры создавал DimaTorzok в офицерах и ополченцах начала XX века, о легендах Советской Красной Армии. Третий том. Дойдем по-немногу, да. Решил начать с золотого века. Захар, в вашем романе «Обители» один персонаж говорит, рассуждает о голубой крови и говорит что-то вроде, что нет никакой голубой крови, просто они очень долго хорошо ели и пили, поэтому такие получились. Вот в этой ситуации такой вопрос. Как вы считаете, все-таки, ну это как по Макаренко, скажем, среда или гены создает человек? И в этой ситуации, скажем, этнос может закладывать в человеке стереотипы поведения? Конечно, есть этнос. Но знаете, не будем, опять же, лукавить и делать вид, что этнос не имеет никакого значения. Конечно, он проявляется. Конечно, среда может воспитать, условно говоря, чернокожего парня из гетто скрипача, и он будет отличным скрипачом или еще кем-то. Но вообще, в целом, они, в целом, пополняют бейсбольные команды и рэп. И определенным образом есть эта субкультура, есть определенные качества видовые и французского народа, и еврейского, и русского. Ну вот вы выросли в удивительной среде, вроде бы, в Рязанской губернии, насколько я понимаю. Ну, Рязанской области, да. В семье сельского учителя. Ну вот все, что уникальное. Ничего тут уникального. Я совершенно, я книжки прочитал в детстве про Евпатии Калаврата, про Бородино, там, и все. И, собственно, таким и вырос, каким меня... А в чем произошел системный сбой? Потому что вы рассказываете, что вы, скажем, о советской модели, о советском эксперименте, прочитали совсем другие книжки, чем те, которые, в общем, повлияли на наше с вами поколение, к примеру. Вместо Аксенова вы читали Леонова. Ну, нет, естественно, я читал и Аксенова, и Леонова, а не вместо того или другого. Но я просто вовремя прочитал, скорее, даже не художественную литературу, а там социальную философию. Сергей Карамурзу, Вадима Кожанова, Александра Панарина, историка Игоря Фраянова. То есть те вещи, которые очень быстро, очень точно ставили под сомнение вот эти все либеральные мифы, или квазилиберальные, только спустя которые 25 лет большинство из нас в России стало понимать, что нас здесь... Почему на вас в среде не повлияет? А какая среда? Среда моего отца-учителя и моей мамы-медсестры. Я книжки читал. Мне среда меня совершенно не волновала. Я не рос в пределах Садового кольца. Я рос среди крестьян, потом... На филфаке. На филфаке я был самый умный. Мне нечего было ни с кем обсуждать. Там тем более училось 3 парня и 35 девушек. Что они могли мне сказать? Мы разговариваем с вами в преддверии прощенного воскресенья. Вы знаете, я делал такое большое ток-шоу в Беларуси, и мы вот вроде говорили о том, как мы прекрасно к немецкому народу относимся, а вынес на голосование вопрос. Ну, мы готовы простить уже немцев. 75 или 80 процентов проголосовало нет. Сколько должно времени пройти, чтобы вот прощение того конфликта, который есть в Украине, наступило? Ну, это по-разному. Я все-таки... Дело в том, что мы несопостоимые вещи сравниваем, потому что белорусский народ, если я не ошибаюсь, он наряду с евреями и цыганами лидирует в количестве жертв. Просто это просто... Народ проредили там едва не наполовину, да? Каждый третий. Каждый третий. Ну, это просто кошмар. Вот в Армении, скажем, там погибло, погиб там, ну, если не ошибаюсь, там каждый четвертый мужчина. Для них это просто... Ну, то, что Россию с Арменией всегда будет объединять, это память о победе. Они там празднуют просто вот... Я вообще не уверен, что вот такая стоит непосредственная задача, что вот надо порастить. Это должно порасти бельем, порасти травой. Это слишком близко. Это деды, понимаете? У некоторых даже отцы, у некоторых прадеды. Но это близко. Это рукопожатие одно. А что касается Украины, я прямо вам скажу, что те люди, которые на Донбассе, среди которых я вращаюсь, они во всем себя дают отчеты. Они не борются с украинством. Они не борются с Украиной. Они, конечно, ненавидят все эти последствия всех этих бомбардировок и всего остального. Но там не идет речь о том, что вот надо простить там Украину. Они понимают, что Украина была обманута. А что касается той стороны Украины, я вам честно скажу, что давайте мы представим хотя бы список из пяти реальных, тем более массовых жертв, которые получились по вине донбасской стороны. Там есть какая-то смутная ситуация в Лавахе, в Мариуполе. Но если с этой стороны погибло 8 тысяч человек, даже о сотнях не идет речь. О прощении. За что нас будут прощать? Ребята из Киева, из Львова. За что они будут прощать? Мы ничего им не сделали, киевлянам и львовянам. А об остальном договоримся. Я думаю, достаточно быстро. Если ситуация сегодня была бы чудесным образом исправлена, то через три года уже все это было бы даже гораздо более ровно и дружелюбно, чем в случае с Кавказом, в случае с Чечней. Сахар, я видел ваше одно интервью с Леонидом Якубовичем. Он у вас говорит, что война же дурное дело. Вы говорите, что война это нормальная мужская работа. Я просто сказал, работа. Ничего нормального в этом нет. Поведение на грани аномального. Но много аномального. Есть виды спорта аномальные. Что в этом нормально? Человек формируется вещами, выходящими за рамки здравого смысла. Но мы ведь должны себе отдавать отчет, что мировая культура порождена войной. Весь этот генезис героев и жертв, которым мы воспитываемся, он тоже с этим связан напрямую. Святые очень многие имели к этому прямое отношение к воинскому. В Сербии каждый святой стоит, каждый второй святой с мечом стоит. Понимаете? Что мы сейчас будем обсуждать? Вот война там нормальная. Она просто есть. Это данность. Надо понимать, что это данность. И она никуда не денется. Никакого прогресса нет. Люди зачумили себе мозги, что-то типа прогресс подошел. Человечество воюет гораздо страшнее и жестче, чем в 19-м веке, в 18-м. Мы не стали добрее с тех пор. Ничего не изменилось. У нас все то же самое происходит. Это человек, это его состояние. Давайте в этом отчет. Ну вот посмотрите. Такая ситуация. Сейчас возникла на почве газа и нефти конфронтация наверху. Начались ток-шоу. Естественно, в социальных сетях такая дискуссионная борьба. Кто кому должен, кто нахлебник, кто барин, кто младший брат и так далее. И мне кажется, что эта дискуссия может привести к сложению. Что можно сделать, по вашему мнению, чтобы сразу же сгладить взородыши? Возможно. К сожалению, я не политикой, не дипломат. Я призываю только на низовом уровне. Не низовом, а на нашем уровне, по нашей культурной горизонтали, какие-то отношения отлаживать. Переводить, привозить белорусских писателей сюда. А нас туда, понимаете. Так или иначе, проводить какие-то музыкальные, театральные и все прочие вещи. И желательно с теми людьми, для которых и Россия понятие святое, и Беларусь понятие святое. А не возить туда-сюда эту нашу западническую интеллигенцию. Ту, которая от вас приедет и будет рассказывать про тирана Лукашенко. А от нас приедет и будет рассказывать про проклятую... Есть такая история, да. А именно это и происходит, понимаете. Мне тут предлагали вашего писателя для дискуссии. Я посмотрел, но это обычный такой западник, ничем не отличающийся от условного, не знаю, Бориса Акунина, только молодой. Ну и о чем мы будем с ним дискутировать? Почему-то его нашли, никого-либо другого. И от нас тоже едут определенные персонажи, которые говорят, ребята, давайте мы вас поддержим. У нас тут два тирана, надо их обоих завоевать. Ну что это? Что происходит вообще? Почему они-то? У нас же других нет. Можно вам вопрос как к коллеге телеведущему? Давайте. Вы ведете такую передачу «Соль» как раз с музыкантами. Причем очень много тех, кто заявил о себе в 80-х, 90-х. Как раз говоря о поэзии, я хотел спросить у вас, не кажется ли вам, что в 80-х, 90-х как раз такие рок-н-ролльщики писали главную поэзию? Во всяком случае, самую цитируемую, так точно. Ну, цитируемую, это, понимаете, главное, это совершенно разные вещи. Я думаю, что скорее рок-н-ролльщики, как ранние барды, перетянули на себя одеяло и немножко потрафили массовому вкусу. И скорее занизили планку о серьезной поэзии. И в силу этого мы сегодня можем обсуждать какую-нибудь строчку из Андрея Макаревича, уж не скажу, Стаса Михайлова. Всерьез, совершенно не зная о том, что сегодня живет Юрий Кублановский, Светлана Ковалеси и Николаева, Александр Кабанов на Украине. Живые, настоящие классики, которые прямые продолжатели дела Пушкина, Есенина и Пастернака. А массовая культура за счет телевидения и радио, она немножко на себя перетянула одеяло. Понимаете, в контексте мировой поэзии, при всем моем уважении, Юрий Иоаннович Шевчук не поэт. Понимаете, Андрей Макаревич не поэт, Борис Гримечков не поэт. В рок-поэзии есть поэт Александр Башлачев покойный, Царствие небесное, Илья Кормильцев, Царствие небесное. Пожалуй, два, понимаете, и все, на этом заканчивается. А это другое, это шаманство определенное, это скоморошество, это может идти по разряду народного театра. Вот по этому разряду поэзия, она строится на других принципах. У меня сложилось впечатление, что вы очень любите это творчество. Нет, нет, я люблю это творчество не как поэзию, я просто люблю это творчество. Это не значит, что я принимаю их за настоящих поэтов. Я слишком люблю поэзию, чтобы понимать, что такое Александр Блок и что такое Сергей Шнуров. Это вещи разного порядка. Понимаете, Блок на небесах живет, и он гений. А Сергей Шнуров – это человек москульта, так или иначе. Причем он очень одаренный человек. Я люблю, я люблю этих ребят за свое детство, за ту, как это сегодня называется, энергию, которую они мне давали. Я взрастал под песни Димы Ревякина, Калинового моста, Саши Сколяр. Это все, я под это занимался спортом, бегал, качался, еще что-то. Просыпался утром, врубал невинные песни, и у меня был драйв по жизни. Позвольте про здоровый образ жизни. У вас есть такая прекрасная повесть «Ботинки полной горячей водки». Там вы бродите по выставке и все время выпиваете. Дело не в этом. Позвольте вопрос про водку. Как вы считаете, это часть культурной особенности, скажем, людей одаренных? Или это проклятие российское? Да, ну, в общем, наши славянцы. Согласно статистике, русские даже, по-моему, в первую пятерку не входят. Финны и прочие. Кстати, Великобритания употребляет больше алкоголича, чем русские. У нас то пьянство, которое губило во многом советскую интеллигенцию и даже Советский Союз огульный, оно, по сути, прекратилось. У меня молодые люди из числа моих младших сотоварищей, 25-30 лет, они практически не пьют. То есть, мое поколение 40-летнее гораздо больше и жестче с этим имело подобный опыт. Мы их просто не видим. Да нет, я с ними дружу. Давайте посмотрим, вечером выйдем на улицу Москвы, Нижнего Новгорода или Тулу. Там не ходят эти пьяные толпы, как мы бродили в поисках приключений. Сейчас нет, сейчас занимаются йогой, зожем, еще какими-то эзотерикой, в интернете, в фейсбуке. Они все куда-то туда ушли, они скорее слепнут, чем печень терять. Ну, вот посмотрите, у людей, особенно одаренных, очень многих погубило это. Да нет, ну, это было-было, это было Даль, Высоцкий, отчасти Кайдановский. Возьмите раньше к России Есенина. Ну, Есенин, он был плохо устойчив к алкоголю просто и все. Потому что мы выпили гораздо больше, чем Сергей Есенин, он за три года умудрился спиться просто в ноль. Нельзя сказать, что это, скажем, какая-то такая дьявольское искушение, которое блуждает над целым планом. У нас есть сто классиков, из них спилось три. Ну, давайте не будем делать вид, что это самая страшная беда. Есть другие проблемы. Люди еще потом пьют, они не пьют, что алкоголь есть, а не алкоголики, а просто от душевной муки. У вас есть программа, где вы тоже записываете интервью. И у нас был с вами один общий собеседник, Карен Шахназаров. Он сказал, что закончилась цивилизация читающая. Вы пишете книги, вы рассчитываете на читающие. Да нет, я думаю, что это не так. Я вот ваши романы прослушал, потому что... Ну, и нормальные прослушал. Я думаю, что там какого-то витка это достигнет, потом начнет обратно сползать в сторону книг, собственно, как таковых, и даже бумажных книг. На самом деле, я думаю, что если замеры такие очень точные произвести, по другим параметрам выяснится, что читают сейчас больше, чем раньше. Просто читают много всякой ерунды. Люди читают посты в Фейсбуке, которые вполне могут быть привлечены в книгу записок или дневников. Читают одноклассники ВКонтакте с утра до вечера, только делают, что читают и читают, и читают. Миллионы просто людей. Список, линейка книг, издаваемых сегодня в РФ, она выше, чем линейка книг, издававших в Советском Союзе. По тиражу, правда, поменьше, но по количеству наименований больше. Сколько у вас времени на чтение уходит? Ну, сейчас в последнее время ничего я практически не читаю, потому что нельзя делами своими донбасскими заниматься в полуруки. Выясняется, что я пытался вести какие-то свои проекты, что-то почитывать, но вот я взял с собой биографию Фадеева Василявченко, я ее там за последний месяц так и не смог дочитать на Донбассе. Вы признали, что только ваша супруга может вам сказать, что-то надо убрать из книги, и только ее выслушать. Ну, наверное, да. Ну, так бывает иногда. У меня был легкий такой спор с моим замечательным издателем Елена Даниловна Шубина, и она там настояла, там 10 было мест, которые она желала исправить, и опять там в страшном раздражении убрал. Но иногда иду навстречу, потом иногда даже думаю, что, может быть, и были правы. Это большое счастье иметь такого друга. Людей очень мало таких, да, конечно, да. А как она относится? У вас очень много таких откровенных рассказов, историй, где, в общем-то, есть, ну, как бы, истории интимного характера. Ну, она филология, она понимает, как человек из мира литературы, культуроведения, литературоведения, она понимает все-таки контекст. Она знает, что литература, она, это не... Как это, допрос оперы. Но если все-таки главный герой так или иначе в той или иной степени похож на вас, вот скажем, если была бы экранизация, какой актер, мировой актер, вот, мог бы вас сыграть, по-вашему? Ой. По сути, это не важно, конечно. Ну, это же такой вопрос. Симпатичный. Я очень люблю актеров, вот, Кайдановского, Александра, но его помянутого. Ну, вот его, и уж с нами нет. И там из старшего поколения есть актеры просто по какому-то внутреннему сгустку, вот этому душевному, я испытываю к ним симпатии. Вот сейчас болеет Вэл Килмор, например, молодой Вэл Килмор. Ну, конечно, Микки Рург, я всю жизнь смотрел фильмы с Микки Рургом. Из молодых актеров я не знаю. Какие-то должны быть совсем актеры, которых я не знаю. Так, не могу так вот провести какую-то четкую параллель. Никогда в голову не приходило, что вот точно это он. Ну, и в финале такой вопрос. Скажите, что самое лучшее можно сделать для своих детей? Жить с ними. Самое лучшее жить с ними, быть с ними. И давать им чувство неотменяемости отца. Неотрицаемости. Как модель поведения, и как человек, который всегда за тебя заступится, и всегда отстоит твою правоту. Спасибо за ваше время в плотном графике. Будем рады видеть вас в Беларуси. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...